Ремесло архивщика Мы сразу понимаем, что это тот самый автор, который перевел на русский язык все романы Умберто Эка Оказалось, что Елена Александровна абсолютно полноценный самостоятельный автор Которая может не только переводить с очень сложного итальянского на не менее сложный русский Но в то же время она может самостоятельно писать собственное произведение И как вы видите, она создала полноценный 750-страничный роман, который я горячо рекомендую прочитать всем Главное связующее звено – это детективная линия, небольшая триллер, небольшая романтическая история Но она для нас с вами не столько важна, она скорее задает определенный ритм, определенную механику и потребность перелистывать странички Главное в книжке не в этой Главное в книжке, что автор умудряется создать полноценное полотно думающего человека на протяжении больше, чем полвека Мы видим разных людей, разные события, что-то выдуманное, что-то на самом деле происходило И что больше всего удается Елене Александровне, что лучше всего показано в цвингере – это язык Потому что она настоящий профессиональный переводчик, и она понимает, что такое язык Она показывает, как менялся язык, как говорили наши дедушки и бабушки в конце 40-х Как говорили наши папа и мама в 60-е, 70-е, как мы говорим сейчас в нулевые, в 10-е годы Язык – это главный действующий персонаж этого произведения Другое, что очень важно, если вы хорошо знаете историю своей семьи и откроете этот роман Вы обязательно увидите события, которые происходили точно в вашей семье Потому что она умудряется за полвека рассказать вообще про все, что могло быть Где-то намеками, где-то полноценной небольшой историей Эта книга – это как ящик Пандоры Открывая ее, на вас обрушивается много фактов, много событий, маленьких анекдотов, каких-то небольших трагических историй Часто уследить за персонажами, за этими маленькими новеллами очень сложно Первые 10% романа будет читать не очень просто Нужно просто привыкнуть к этой манере изложения, к этому языку, к этому ритму К этому способу подачи информации, немножечко нарезанному, немножечко заштрихованному Немножечко штрихами Но как только вы читаетесь, будете получать настоящее удовольствие Автору удалось создать полноценный роман, толстый роман Создавая лучшие традиции советской литературы В той же самой времен оттепели, мне кажется, это самое главное в этом произведении